В команду интеллектуалов Бобруйска вошел 41 человек. Заключительный этап Республиканской Олимпиады по учебным предметам длился неделю. Одновременно трём гимназиям города получилось увести с собой по одному диплому первой степени. Всего участвовало 12 учебных заведений. Для того, чтобы получить диплом на той же самой Республиканской Олимпиаде, с моей точки зрения, первый ребенок должен очень хотеть стать профессионалом в своей области. Достичь успеха Илье Штанову помогла усердная работа. В свои 17 он без проблем разбирается в спортивном программировании. Это одна из разновидностей интеллектуальных игр, которая стоит в одном ряду с шахматами или сборкой кубика Рубика на скорость. Потому информатика для него не просто школьный предмет, а уже неотъемлемая часть жизни. В принципе, в информатике я, наверное, класса с 6-го. Прямо сильно-сильно готовиться. Я начал с 8-го класса. А последние два года я, наверное, часов 10 в день каждый день работал. Пальму первенства завоевала и Катя Жирко из 3-й гимназии. Страсть 11-классницы – испанский язык. Помимо иностранного, она любит читать документальную литературу. В планах девочки с большим будущим поступить в лингвистический университет. Я люблю язык. В этом плане, мне кажется, тем, кто учит иностранный язык, повезло больше. Потому что все-таки легче проникнуться, проникнуться культурой, проникнуться страной, проникнуться ее историей и полюбить этот язык. А если ты любишь что-то, то работа превращается в хобби. И тогда уделять этому время гораздо проще. В троицу победителей вошел и девятиклассник гимназии номер два. Раньше юный Менделеев занимался плаванием, но сейчас все время посвящает учебе. Решить задачу по химии может даже с закрытыми глазами. После одиннадцатого мальчик мечтает стать участником Международной олимпиады. Химией занимаюсь я с четырех лет. Сначала со мной начал заниматься дедушка. Он в свое время был победителем Международной олимпиады по химии. Потом я стал заниматься в нашей гимназии уже с Еленой Владимировной. Чтобы добиться высоких результатов, главное – это трудоцелеустремленность. Здесь нет никаких других рецептов. Я всегда говорю, учить не пробовали. Но все есть один ответ. Кроме первых мест, бобруйские вунтеркинды завоевали дипломы второй и третьей степени по таким предметам, как белорусский язык и литература, химия, география, биология и английский язык. Учащиеся 20-й школы на протяжении многих лет регулярно являются победителями и заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. В этом году 20-я школа отправляла двоих учащихся по белорусскому языку и литературе и по диаграфии. В заключительном этапе олимпиады участия приняли 1665 белорусов. Ребята испытывали себя в 16 учебных предметах. Что касается бобруйских гениев, то их сегодняшний успех – это не только награды и престиж, но и вклад в будущее города и даже целой страны.